Я бы рассматривал заявление посла Ирана несколько с одной стороны. С моей точки зрения, это несколько выходит за рамки армяно-азербайджанского конфликта. Это, скорее всего, у меня есть ощущение, что это связано с общей ситуацией, которая сложилась в регионе, в том числе вокруг Ирана, вообще в регионе Ближнего Востока. Тегеран чувствует, что в связи с последними событиями, угрозы нынешнему режиму, извне, в различных форматах, они растут. И для того, чтобы этим угрозам противостоять, Ирана необходимо формировать, это стандартная ситуация, максимально возможную поддержку региональных игроков и игроков вне региональных. И вот эти заявления, с моей точки зрения, они, конечно, прежде всего, имеют отношение именно к этому. Учитывая близость Баку к Турции, Тегеран, в связи с тем, что реально понимает, что он не в состоянии перебить карту Анкары, в этом альянсе. Плюс к этому понятно, что соперничество между Тегераном и Анкарой, оно никуда не делось, оно продолжается. И в частности, в любимом моем с вами регионе. Но еще раз повторяю, что Тегеран явно понимает, что он не сможет увести Баку из-под носа у Анкары. Там слишком плотное взаимосотрудничество и много соответствующих интересов. Плюс, давайте не забывать, что у Баку и Тель-Авива тоже есть свои особые отношения. Уже не первый раз от Тель-Авива является... Израиль является естественным врагом, противником Ирана и, соответственно, наоборот. Ирану надо что-то противопоставить вот этому конкурирующему звену в региональной политике. И этим чем-то, естественно, является Армения. Переводя с дипломатического, это означает очередной раз уже основной Москвы, которая звучит примерно так. Ребята, мы готовы вместе с вами противостоять недружественной нам экспансии Турции в этот регион. Давайте мы объединим усилия, засучим лукова и сделаем Армению нашим форпостом в сопротивлении распространения влияния Тюрского мира на территорию. Примерно так это все выглядит. Баланс сил – это такое дежурное заявление, которое позволяет говорящему оправдывать достаточно такие диверсифицированные действия со своей стороны. И здесь надо рассматривать вот эту нынешнюю фразу про баланс сил скорее как предупреждение участникам процесса от того, чтобы они не раскачивали ту хрупкую, как бы, эквилибриум, который сейчас существует в той или иной степени между в регионе. Конфликт этот вероятен вполне, учитывая то, что дело идет к региональной войне между Израилем и Ираном, которую на сегодняшний момент инициирует Иран, делав все те практические шаги, которые можно было для этого сделать. Вряд ли Соединенные Штаты, тем более в год выборный, смогут остаться в стороне. То есть Америка, конечно, Израиль многократно подводила, предавала, продавала. Но тут уже ситуация может заставить Соединенные Штаты свои обязательства выполнить. Роли Турции не будет никакой. Турция не будет влезать ни в какую войну, ни между тем. Если это напрямую не ее интерес. Если победит Америка, Турция постарается ухватить тюркский регион Ирана. Если в Америке победить не удастся, ну, турки в очередной раз продадут американцам то, что они такие крутые, нейтральные, они же великолепные торговцы, они и нам все умеют продавать, и американцам все умеют продавать, включая свой членство в НАТО. Все форматы, о которых вы говорите, соглашения, когда начинаются войны, если от ломаного гроша, все. Нет, баланс отношений нынешнее армянское руководство ни с кем, конечно, не удержит. Это, наверное, нужны другие люди. Но я как-то слабо себе представляю, что Армения объявляет Америке войну, защищая Иран. И еще меньше себе представляю, что Армения объявляет войну Ирану, защищая Америку. Как-то это странно будет выглядеть. А уж как выкрутится или не выкрутится, никто по шиням, да кто же его знает. Любая большая война всегда опасна для малых сих. А безусловно, в этом регионе, ну, Армения не самая серьезная военная сила. И экономическая тоже. Удар по Ирану для Армении плох, потому что это может очень сильно осложнить положение Ирана, который, как ни крути, партнер Армении торговый, геополитический. С другой стороны, это хорошо для Армении, потому что масса народу из Ирана двинется в Армению, спасаясь от войны с деньгами и много с чем еще. Представляем, как в Армению двинулась большая масса народу из России, спасаясь от мобилизации. И принесли с собой много чего. Ну, как ляжет карта. Во-первых, Иран пытается играть сразу на нескольких полях, потому что для Ирана в равной степени важным партнером является и Азербайджан, и Армения. Но надо понимать, что для Ирана Армения является очень традиционным партнером, именно с точки зрения взаимных культурных обменов и так далее. И это, кстати говоря, играет очень важную роль. Плюс к этому, Иран не хочет очень сильно привязываться к Азербайджану, чтобы вмешиваться в более сложную азербайджанско-турецкую политику. В данном случае Армения является усилителем независимой позиции Ирана как самостоятельного игрока. Поэтому я думаю, что здесь Иран пытается сделать ставки сразу на двух клетках. Потому что, конечно, два дня – это финансовый выигрыш, безусловно, но здесь политический фактор, пожалуй, важнее, чем экономический. Во-первых, Армения, Иран, Индия – это так называемый многокомпонентный проект, когда используется целый ряд инфраструктур. То есть речь идет и о морской, и о сахапутной. И в этом плане для Армении это очень серьезное финансовое вливание. Плюс к этому, помимо, собственно, трансфера, Армения может отгружать свои товары и привозить практически по всему пути. И пускай это, конечно, не сопоставимо с общей торговлей, например, которая идет из Индии, для Армении все равно это очень важный транспортный коридор. Вначале об этом говорили Алиев и Эрдоган, а потом Николай Лаваевич тоже поднял тему необходимости реформы Конституции Армении. Речь идет о том, что оттуда будут убраны все упоминания о признании геноцида армян 15-го года, статусе Нагорного Карабаха и его присоединение к Армении, согласно решениям 89-90-го годов. Это в Азербайджане и Турции воспринимается как территориальные претензии, и, в общем-то, высказываются требования все это дело убрать. Для Армении это будет означать радикальную реформу Конституции. Об этом говорит Пашинян о том, что будет проведен референдум. Будет принципиально новая Конституция, а не новая версия с поправками. Здесь принципиально важно, что речь идет не о том, чтобы опять вернуться от парламентской республики к президентской, как в прошлый раз в 2015 году, а речь идет о том, что Конституция будет принципиально новой. Ну вот, что там будет в этой Конституции? Вот когда создавалась 4-я Французская республика, то там долгое время заседало национальное собрание, и этот проект долго обсуждался, и с первого раза не был принят. Так что это дело очень такое непростое и долгое, если этим заниматься серьезно. Но если премьер-министр Пашинян сможет это сделать быстро, то тогда и появятся новые какие-то... То есть будут сняты вот эти вот возражения по поводу заключения мирного договора со стороны Азербайджана и Турции. Здесь вот можно сказать, что вот здесь есть один из таких вот возможных выходов из этого тупика. Это будет зависеть от того, будут ли выдвинуты новые требования к Армении. Пока что Армения находится в ситуации, когда ей могут предъявлять все новые и новые требования по возрастающей. У каждого чиновника, в том числе и Мидовского, есть своя сфера работы и своя ответственность. И необходимость отчитываться перед руководством. А что ты конкретно сделал для того, чтобы коварная НАТО и Запад не попало в Закавказье? Ну, сейчас они отчитаются тем, что сделали эти заявления, и все будут доволены. Просто потому, что это слова, и смысл содержания этих слов прекрасно понимается и в Армении, и в Азербайджане, и на Западе, и в России. Да, это попытка формальная абсолютно отчитаться, что попытались предотвратить уже свершившийся факт. Закрыли двери конюшни после того, как лошади уже разбежались. Но кого это волнует, они прикроют себя этими репликами. Не более того, я вообще не знаю, есть ли у лидера такой аморфной организации, и давно уже являющейся не более чем клубом периодических встреч, как СНГ, какая-либо конкретная, тем более конфиденциальная информация о намерениях господина Алиева и о том, что происходит в Баку. Он высказал свое мнение скромное, не более того. Ну, возможно, сейчас после того, как выборы прошли, и Алиев подтвердил свою легитимность, действительно какие-то треки снова начнутся, просто потому, что не надо будет оглядываться на реакцию внутриазербайджанского общества на некоторые спорные вопросы. Возможно. А может, так и не будет. На самом деле, Алиев путем своей политики достаточно последовательно получил возможность вести себя в регионе так, как он хочет. Вопрос не к председателю или генеральному секретарю СНГ, а вопрос непосредственно к Алиеву Тельконсан, и, может быть, господин Эрдоган еще, да, сможет на него ответить. Я бы сказал, что больше некий комплекс неполноценности. Я бы по-другому это перформатировал, разумеется, что не станет ли обсуждаться в интересах Армении проблема согласования мирного договора между Азербайджаном и Арменией, какую роль содействия или, так сказать, в поддержке позиций Азербайджана по этому поводу занимает Турция, и готова ли Россия ее каким-то образом скорректировать. Мне чем дальше, тем больше кажется, что Россия практически чуть ли не демонстративно теряет интерес к вопросу этого мирного договора. Единственным пунктом сейчас остается только стремление подписать этот договор при прямом, так сказать, участии Москвы, а еще лучше всего вообще в Москве, что должно быть, что роль Москвы в Азербайджанно-армянскому регулировать. Все остальное, что называется, от лукавого, потому что сегодня диалог Путина и Эрдогана, центральное место в нем занимает совершенно другие проблемы. Есть две главных контрапункты, я бы сказал. Первый — это Сирия, это согласование позиций России и Турции вокруг Ближнего Востока. Ситуации, где нужно понять какие-то красные линии, которые для обеих сторон будут неприемлемыми. В случае продолжения американских ударов по иранским прокси. В Сирии, в Раке, в Гемине, обе страны России и Турции, они, в общем, так сказать, акторы, можно сказать, если не первого, то второго плана об этом обострении Ближнего Восточного. И второе — это Украина. Я допускаю, что сейчас, когда стала активно обсуждаться встреча представителей государства, отвечающих за безопасность в Швейцарии, и уже есть предположение, что даже китайцы примут участие в этом совещании. Без России. Конечно, позиции Турции, которая постоянно настаивает на своих возможностях в качестве медиатора между Москвой и Киевом, представляют особую ценность для Москвы. И вот здесь, мне кажется, основной сейчас интерес России, вот просто основной нам было, да, по отношению к туркам и к Ардагану. Согласовать позиции, это не значит быть их, так сказать, одинаковыми позициями, да? Турции имеют в качестве главного союза, который уважает свой интерес к вселению своих позиций на Нижнем Кавказе. В этом отношении она является, я бы сказал, органическим, историческим и абсолютно естественным, геополитическим. Не что с союзником, а контр-партнером в России. Поэтому как мы согласовываем, ну, и начинать войну друг против друга, да, можно и так сказать согласовать, да, это и так понятно.